В четверг днём в Кирове осудили Алексея Навального, а уже через несколько часов не согласны с вердиктом суда люди, пришли на Манежную площадь, чтобы провести акцию в поддержку диссидента. И хоть сел Навальный далеко не по политической статье, а лишь за растрату средств, но все отчётливо понимают, что это лишь повод устранить очередного конкурента. Не только сторонники Навального оказались в центре Москвы. Михаил Кушнеренко, например, бросил все дачные дела и приехал в столицу, чтобы поддержать тех, кто не боится высказывать свои мнения открыто. Интересует то пренебрежение, с которым власть обращается с нашим правосудием, отнимая последнюю каждую надежду на справедливость. Однако власть, в отличие от народа, митинга не хотела, поэтому активистов с площади быстро выгнали ОМОНовцы. Полицейские закрыли проход на площадь ограждениями, и ссылаясь на то, что идёт укладка плитки, никого не пускали. Это наша страна, это центр этой страны. Мы не можем здесь находиться, потому что сегодня кого-то посадили, и здесь офицеры в лицо врут, что ремонтная работа. Людям ничего не оставалось, как выйти на Тверскую. Через считанные минуты движение по улице было полностью перекрыто. Рядом орудовали полицейские, заталкивая в спецавтобусы особо смелых активистов. Россия будет свободной! Свободну Навальному! Как же всё-таки похожи Россия и Казахстан, прежде всего методами, которыми власть управляет страной? За примерами далеко ходить не надо. Казахстанский диктатор Назарбаев, якобы за экстремизм, почти на 8 лет лишил свободы оппозиционера Владимира Козлова. Его российский коллега Путин упёк за решётку на долгие годы, будто бы за уклонение от налогов и мошенничества, конкурента за президентское кресло Михаила Ходорковского. Методы грубы, не новые, но очень уж действенны. Андрей Заокский, специально для канала 1612.